а минуточку две подождем или начинать будем сейчас принципе без двух минут еще лень тонн . скажете у вас микрофон выключен тут и я смотрю я говорю она меня все 0 внимание дмитрий сергеевич как начинает конечно давайте разводящий давай да давайте начнем так давайте заслушаем алексея анатольевича давайте шарики экран алексей анатольевич а я пошарил кроме сергеевич а тут видно микрософт им силос микрософт сирена тимс это да я пошел любая весь экран сейчас секунда а вы наверное окно за шарили а вот так лучше да хорошо да спасибо чтобы было видно и тем чтобы было видно всех и powerpoint а сейчас чуть-чуть дают тем стоянием он не думаю что нужен тут раскрывайте на весь экран ну видите лица уважаемых коллег то тоже хочется но мы их и так видим внизу строчка сейчас секунду так ну нормально так видно да и я думаю все таки лучше на весь экран на чтобы не ничего не откликала от сейчас он да а наверное надо сделать демонстрацию наверно нет вот powerpoint значить себя пользуется когда-нибудь слайдшоу там ну да вот давай тебя все спасибо так а в принципе а вот сейчас видно teams да да сейчас вы перелистнули десктопа да таким образом я могу переключаться между тем самими тем сам хорошо так начинаем да слушаем вас а ну пока вводные части я соответственно тогда лучше буду смотреть чтобы всем всех было видно потом вернусь обратно на презентацию до уважаемые коллеги еще раз добрый день хочу поблагодарить во первых вас за то что вы все пришли собрались послушать этот доклад отдельную благодарность хочу выразить леонид антоновича востянова за то что он предоставил возможность сегодня выступить благодарность хочу выразить константин петровичу ловецкому за то что в целом он подал идею для этого доклада и мы с ним неоднократно ее обсуждали и он дал несколько ценных советов о том как ее развитие вообще в принципе превратить какой-то научной работы вот и так же хоть и благодарность екатерине владимировны поповой своей бывшей ученице которой мы раньше занимались в рамках научной работы задачами по обработке данных с различных девайсов но со временем вот собственно и в этот раз она также выразилась помочь и надеюсь примет участие в этой работе если она дальше продолжится представляемый сегодня доклад посвящен тематике которые находятся как всегда у меня бывает на стыке не на стыке нескольких направлений это медицина математики и современных эти технологии и я бы хотел его начать сводной части которая непосредственно относится к медицине то есть для всех присутствующих самой часть непонятно к современном мире огромное количество людей страдает от различных нарушений слуха врожденных и приобретенных эти нарушения слуха могут быть вызваны различными заболеваниями и важной задачей вообще при диагностике этих заболеваний является как можно более ранее постановка диагноза и назначение лечения для того чтобы можно было либо восстановить слух у больного либо хотя бы не допустить его полной потери то есть сохранить значит для постановки диагнозов слуха существует большого диагнозов нарушения слуха существует большое количество различных методик медицинских инвазивных неинвазивных но в данном докладе нас будет интересовать методика которая называется аудиометрия этому методу собственно и посвящен сегодняшний доклад различные методы аудиометрии могут быть использованы как в качестве вспомогального вспомогательного метода определения конкретного нарушения или постановки диагноза а в некоторых случаях они могут являться основной базой для врача-сурдолога но сурдологи это врачи которые занимаются нарушениями слуха теперь хотел бы кратко рассказать о том что удалось узнать по медицинской части этого доклада из нескольких источников ну во первых это из различных книжек интернет источников на этой сбор классификации информации определенная также неоценимую помощь мне оказали знакомые в одной из тульских городских больниц отделение сурдология которые занимаются как раз таки нарушениями слуха и в принципе они мне рассказали много интересного и тоже дали определенное направление в котором можно двигаться значит нарушение слуха нарушение слуха но делится на несколько видов это тугоухость и глухота и сейчас расскажу более подробно о тугоухости делится также по степени и собственно по по типам значит вообще тугоухость это ослабление слуховой функции и тугоухость может быть поделена на несколько порогов значит есть по ней понимание нормального порога слышимости звуков частотой от нескольких сотен герц до нескольких килогерц так вот если порог слышимости у пациента выше нормы примерно на 50 децибел что соответствует тому что человек слышит других людей с расстояния примерно 4 6 метров то мы говорим о легкой тугоухости если мы говорим о том что порог слышимость у него превышает нормальный на 50 60 децибел что соответствует тому что человек слышит других людей с расстояния от 1 до 4 метров то мы говорим о средней степени тугоухости если этот порог превышает нормальный на 60 70 децибел это значит что человек слышит других людей с расстояния чуть менее метра то мы говорим о тяжелой тугоухости если 70 90 децибел это глубокой тугоухости если порог превышает нормальный больше чем на 90 децибел то мы говорим о глухоте это по степени тугоухости секунду должны коллеги доктора подключиться но видимо пока не могут на его теперь по типам тугоухости она делится на два типа нейросенсорная и кондуктивная это разные скажем так к разные классы болезни которые вызывают эту тугоухость и их по-разному диагностируют и по-разному лечь сейчас кратко тоже про это расскажу нейросенсорная тугоухость которая в некоторой литературе называется перцептивной тугоухостью она вызывает эта потеря слуха или ослабление слуха которое вызывается поражением именно звуковоспринимающего аппарата то есть это структуры внутреннего органа внутреннего уха это нервы и так называемый кортиев орган то есть обычно они россии нейросенсорная тугоухость она как раз таки обусловлены дефектами сенсорно-эпитериальных клеток из которых состоит кортиевых орган это клетки которые с одной стороны воспринимают звуковую волну и с другой стороны они преобразуют электрический импульс передают дальше на нервы которые уже передает слуховой анализатор головного мозга это как раз таки вот принцип работы кортиева кортиева органа он который располагается внутреннем ухе так вот как раз таки проблемы которые возникают люди с этими клиниками они обычно приводят к нейросенсорной тугоухостью менее часто нейросенсорная тугоухость вызывается повреждением непосредственно нервов то есть которые доставляют нервные импульсы от кортиева органа до слухового анализаторов и слуховых центров мозга и наконец крайне редко повреждениями затрагиваются непосредственно отделы мозга которые отвечают за анализ звука и там получается идея такая что человека вроде как все слышат у него звуковой порог восприятия звука нормальный но при этом он слышит речь но не может понять что это не может разобрать эту речь вот это все что касается нейросенсорной тугоухости значит причинами мир сенсорной тугоухости могут служить совершенно различные факторы это могут быть как внешние неблагоприятные факторы акустические травмы инфекции различные заболевания так и внутренние отклонения это в том числе и генетические отклонения которые могут приводить приводить к полной или частично глухоте также нейросенсорная тугоухость может быть спровоцирована длительным воздействием интенсивного промышленного шума или там право длительным прослушиванием громкой музыки на большой громкости и другими акустическими воздействиями поэтому нейросенсорной тугоухость можно относить в принципе классу профессиональных заболеваний которые относятся к некоторым профессиям среди причин и непосредственно болезни которые приводят к этому виду тугоухости можно ответить отметить следующие наиболее часто распространенные во первых это оплазеи улитки внутреннего уха есть несколько вариантов вариаций данного диагноза но там углубляться мы это не будем и оплазеи это недостаточное развитие также у людей может быть врожденное также у человека может быть заболевание которое называется врожденное холестеатома то есть это гиперплазия плоского эпителия это среднего уха гиперплазия это какие-то но обычно доброкачественное образование вот которая может появляться во внутреннем ухе как некая инвазивная опухоль и постепенно разрушать структуру среднего уха то есть это может происходить длительное время происходить незаметно тяжело диагностироваться человек уже обращается когда у него уже начинаются серьезные проблемы к сожалению к нейросенсорной тугоухости приводит и вредные привычки вот например если мать новорожденного ребенка страдает алкоголизмом то по статистике 64 процента детей которые рождаются вот таких матерей они со временем при со временем приобретают ту или иную степень нейросенсорной тугоухости преждевременные роды также приводит к этому типу тугоухости причем может быть не сразу а со временем это является как бы основа осложняющим фактором обычно это происходит приблизительно 5 процентов случаев возрасте людей родившихся до 30 лет уже вот так же к такому виду тугоухости могут приводить различные инфекции это хламидоз сифилис красноха и другие вирусные заболевания вот если у одного из родителей был сифилис то по статистике примерно треть детей становятся итоги глухие в результате нарушений связанных с нейросенсорной тугоухостью вот на самом деле это такие основные базовые факторы и на самом деле конкретных диагнозов вот из классификации диагнозов может быть гораздо больше и вот общем таким вещам про которые рассказал уже можно ставить соответствие конкретные диагнозы назначать конкретное лечение и лечение теперь кратко про кондуктивную тугоухость то есть кондуктивной тугоухости это нарушение именно проведение звуковых волн от ушной раковины до вот этого самого кортиева органа то есть это больше такая болезнь как которая препятствует проникновению звуковых волн и как следствие собственно они не распознаются вот этими клетками в кортиевом органе из-за этого человек тоже начинает плохо слышать значит чем обычно вызывается кондуктивная тугоухость ну как ни странно что самая базовая вещь которая может возникать людей это серные пробки которые могут повысить понизить порог слышимости на 30 40 а то и 50 децибел также большой класс болезней которые называются отиты могут приводить кондуктивной тугоухости здесь есть но их вопитной они бывают разные там внешнего уха среднего уха так далее но в основном это какие-то воспаления которые вызваны там теми или иными теми или иными инфекциями разными палочками стафилококками еще чем-то вот но на самом деле эти болезни диагностируются и лечатся но у них есть одна неприятная особенность через несколько лет после того как человек перенес отит у него может возникнуть такая болезнь которая называется тимпаносклероз то есть это повреждение слизистой оболочки где как раз таки вот эти вот клетки располагаются которые отвечают за слух ему обычно этому тимпаносклерозу предшествует какой-то острый гной на тит которые могут человека вылечить а потом пациента протяжении нескольких лет а может быть даже десяти лет и более он может в целом просто периодически отмечать какие-то слизистые выделения из уха которые не сопровождаются не осложнениями слуха не сопровождаются не болевыми синдромами и не повышением температуры то есть на самом деле это некий серозный вялотекущий средний отит который никак себя не проявляет а когда человек приходит к врачу у него уже это слизистый повреждается и звуковые волны перестают доходить куда надо то есть происходит склерозирование слизистые в ушах вот и когда это обнаруживается это обычно обнаруживается тогда когда пациент приходит и говорит что я уже слышу совсем плохо и вот все уже то есть было бы хорошо вот такого рода диагноза ставить еще до того как стало все совсем плохо из более редко вот кондуктивная тугоухость возникает из различных экзостазов это нароста на костях различных опухолей наружного и среднего слухового прохода также у человека может быть врожденная отрезия это отсутствие вообще наружного слухового прохода но это какая-то скажем так деформация врожденной до либо может быть приобретена отрезия слухового прохода впоследствии физической травмы но это уже хирургическое лечение диагностируется легко если углубиться немножко дальше в ухо барабанную перепонку перепонку среднегоko то у человека могут могут без заболевания барабанной перепонке с перфорацией или без который могут быть вызваны либо травмами либо различными инфекциями весь барабанная перебонка после там чек переносите инфекция или ать это может быть вообще менять свою форму быть более грубой может быть возникает феномен так называемый втянутой барабанной перед перепонке что затрудняет опять же проникновение слуховых волн из внешнего уха непосредственно кортиевым кортиевым органам различные инфекции которые могут вызывать воспаление уха бактерии вирусы грибки попадают обычно через носоглотку тоже могут вызывать различные проблемы с собственно с наружными средним ухом также затруднение кондуктивную тугоухость может вызывать так называемый обтурация то есть это блокирование слухового прохода вследствие либо аллергических процессов либо каких-то опухолевых ростов значит обтурация она приводит к тому что в целом разница давление во внутреннем ухе и во внешнем ухе начинает различаться и собственно из-за этого вот подвижность слуховых косточек она среднего уха она сокращается они уже не могут выполнять должным образом свою роль хуже когда это дело никак не диагностируется это все дело происходит они в целом могут уже утратить свою функцию и таким образом а человек вообще перестает слышать то есть такие диагнозы тоже желательно ставить как можно раньше также существует различные болезни внутреннего уха то есть это такие тяжелые уже форму отосклероза могут возникать могут возникать повреждения в результате очень интенсивных шумов особенно резки ну резких шумов там высоких частот могут возникать различные деформации костей костного скелета который формирует непосредственно который участвует при доставке звуковых волн от наружного уха к среднему к внутреннему и точно так же как и в случае нейросенсорной тугоухости здесь стоит отметить что вот тому всему тому что достаточно грубо перечислил силу того что я не медик до ставится в соответствие вполне конкретные диагнозы которые нужно уметь поставить как можно раньше значит также стоит отметить что одного и того же пациента возможно сочетание как кондуктивные так и нейросенсорной тугоухости что порой делают что порой делают именно дифференциальные диагности еще более сложными делом более ответственным у нас теперь про базовую диагностику слуховых нарушений значит непосредственно есть есть понятие такой базовой диагностики которые делают делаются не в нази не инвазивно и достаточно быстро и позволяет хотя бы врачу понять в каком направлении двигаться направлении выявления причины нейросенсорной тугоухости либо на и направлении выявления причины кондуктивной тугоухости летом есть два базовых теста они называются камертональные тесты потому что делаются при помощи камертона теста выбора то есть человеку на темечка ставится камертон который резонирует с определенной частотой по нему бьют палочку и у человека спрашивают каким лучше ухом он воспринимает звук ну человек обычно приходит и говорит что я лучше там слышу левому кому или там правому да вот если звук лучше воспринимается тем ухом которым он лучше слышит то скорее всего дело в нейросенсорной тугоухости а если звука отдается преимущество больную уху тогда дело скорее всего в кондуктивной проводимости здесь и дело в том что мы же слышим а помимо того что звуковые волны у нас воспринимаются барабанной перепонкой есть также костная проводимость мы звук можем слышать через кости и как раз таки тест вебер он и позволяет понять у человека лучше слышать через кость если он слышит лучше через костную проводимость это означает что звуковые волны не доходят собственно внутри него ухо и тогда это кондуктивная тугоухость ежели человек лучше слушать наоборот то как раз таки дело скорее всего в том что волны доходят но какая-то проблема уже непосредственно с доставкой этих волн дальше в мозг тест рене тоже делается достаточно быстро камертоном там человеку камертон сначала приставляют к сосцевидному отростку уха а потом непосредственно к ушной раковине то есть очень также смотрит на но на обоих ушах на левом и направо лучше он слушает через воздушную проводимости либо он лучше слушать через костную проводимость вот и ежели в результате тест теста на Zwinne воздушное проведение успешнее костного проведения то разве и разница между ними неизменно то это скорее всего нейросенсорная тугоухость если тест отрицательный то есть костное проведение лучше то это кондуктивная тугоухость тест Fidericchio он Он аналогичен тесту Рене, его отличие заключается в том, что еще регистрируется время, в течение которого человек продолжает слышать этот камертон. Базовая диагностика обычно производится сразу с урдологом, и по нему делается какое-то понимание, куда дальше копать. Дальше уже непосредственно переходим к сути, это к аудиометрии. Значит, аудиометрия – это более точная диагностика относительно базовой диагностики и позволяет ставить более точные диагнозы, либо направлять врача в нужном направлении. Значит, аудиометрия делится на несколько различных типов. Это тональная аудиометрия, это оценка порога слышимости, в децибелах обычно стандартного набора частот, ну, я ниже более подробно про это расскажу. Существуют различные аудиометрические тесты для предварительной диагностики тех или иных заболеваний. Значит, тональная аудиометрия обычно делится на пороговую и надпороговую, но я более подробно про это расскажу. Речевая аудиометрия – это примерно то же самое, только вместо… То есть, если в тональной аудиометрии человеку дают слушать звуки разной частоты, в речевой аудиометрии человеку дают слушать речь разной громкости. И в последнее время появилась такая штука, ин-ситу, или как-то на месте это переводится, аудиометрия, которая позволяет осуществлять аудиометрию с учетом всех особенностей строения слухового прохода. Это обычно достигается либо слуховыми аппаратами, либо при помощи специальных наушников с разными вкладышами. Обычно эта штука была придумана, когда стали появляться современные слуховые аппараты, которые через Bluetooth соединяются со смартфонами, со специализированным программным обеспечением. И изначально эта штука нужна была для того, чтобы более точно настраивать слуховой аппарат для конкретного человека, но в целом программное обеспечение позволяет еще и проводить различные тесты. Либо есть специальные аппараты для такой аудиометрии, там просто есть несколько наушников, несколько вкладышей, которые подбираются непосредственно под слуховой проход. Они могут быть наушниками, которые в раковину вставляются, которые более глубоко вставляются и так далее. То есть, это более точная аудиометрия. Ну и все эти виды аудиометрии, они так или иначе позволяют исследовать либо воздушную проводимость, что я сказал, то есть это оценивают состояние всего слухового тракта, начиная от ушной раковины и кончая восприятием звука. Звук в данном случае обычно подают не выше 100-120 дБ. И костную проводимость, которая позволяет оценить состояние внутреннего уха. И здесь уровень звука обычно не превышает 70 дБ. В данном докладе больше будет сделан упор на тональную аудиометрию, ежели чем на речевую, потому что потом скажу почему. Значит, тональная аудиометрия также бывает нескольких типов. Пороговая аудиометрия – это исследование чистым тоном. То есть, она производится следующим образом. Человеку одевают наушники и в руки ему дают кнопку, которую он нажимает, когда он звук либо слышит, либо не слышит. Есть набор частот. В различных приборах он может составлять от 100 Гц до 7 кГц с разным шагом. Но есть некие талонные частоты, может быть 15 точек, может быть 30 точек. В зависимости от качества прибора тут аудиограммы снимаются разные. Значит, человеку сначала, есть первый вариант, человеку подается в наушники тон с нормальным порогом слышимости, с нормальной громкостью, человек нажимает кнопку «слышит, не слышит». Если не слышит, на несколько дБ увеличивается, собственно, амплитуда звукового сигнала. И до тех пор, пока человек не начинает ее слышать, амплитуда звукового сигнала увеличивается. После того, как определен порог, переходим к следующей частоте. Итак, для каждой частоты мы находим тот порог, когда человек звук слышит или не слышит. Второй вариант проведения такого исследования – это от обратного. Сначала дают звук громкостью 100-110 дБ, человек его слышит, и начинают понижать до тех пор, пока человек его перестает слышать. Соответственно, шаг тут может быть тоже разный. У некоторых приборов он может составлять 5-10 дБ, у некоторых приборов он может составлять 1-2 дБ. И поэтому здесь все зависит уже непосредственно от прибора. Значит, часто бывает, что для того, чтобы полностью исследование было более точным, то пользуются обоими методами и на повышение амплитуды звука, и на понижение амплитуды звука. Значит, и считается, если человек более чем в 50% случаев ответил, что он этот звук слышит, то порог слышимости считается пройденным. То есть не обязательно каждый раз все это слышать. Считается, когда 50% он слышал на данной частоте звук, то считается этот порог пройденным. Значит, следующий тест – это исследование с маскировкой. В чем здесь идея? Если у человека одно ухо больное, а другое ухо здоровое, то вот этот аудиометрический тест может быть предыдущим не совсем точным, потому что звуковая волна, которая подается в здоровое ухо, может быть через костную проводимость воспринята внутренним ухом больного уха. Таким образом, человек может путать, из какого уха он, грубо говоря, слышит. Ну, это как с глазами. У нас может быть один глаз видит на 60%, другой на 100%, а суммарно зрение 95%. Один компенсирует другой. Поэтому, когда у человека явно проблемы с одним ухом, в другое ухо ему включают некие маскирующие шумы, либо узкополосные, либо широкополосные, для того, чтобы то, что слышит здоровое ухо, никак не влияло на восприятие того, что слышит больное ухо. Вот. И также существует определенный тест, называется тест Лангенбека, когда пациенту в одно или в обо ухо представляется чистый тон, но в определенном шуме. Этот тест нужен для того, чтобы различать, ну, определять возможности, способность человека отделять чистый тон от шума. И, собственно, порог, на котором он сможет выделить чистый тон от шума. Значит, надпороговая деметрия, она в основном служит, на самом деле, для определения проблем как раз-таки с нейросенсорной проводимостью. И в ее основе лежит феномен ускоренного нарастания громкости, или в иной литературе он называется феноменом рекрутмента. Значит, в чем здесь идея? Вот этот кортиев орган, в основе которого лежат сенсорно-эпителиальные клетки, которые выстилают слуховой проход, они чувствительны и повреждаются. Про это я уже говорил. Однако этот процесс происходит не сразу. Бывает, что часть этих клеток еще вполне себе работает, а часть уже не работает и не в состоянии преобразовывать звуковые волны в электрические импульсы. И проблема начинается от этого феномена ускоренного нарастания громкости, когда звук становится резко и стихо-громким. Это происходит почему? Неповрежденные клетки стараются компенсировать отсутствие достаточного количества клеток за счет того, что часть из них уже повреждены, и реагируют на раздражитель непропорционально и интенсивно. Соответственно, поэтому у человека возникает неадекватный ответ на звуковой раздражитель. То есть некие звуки по достижению определенной амплитуды, они начинают быть для человека слишком резкими и вызывать ощутимый дискомфорт. Вот типичная картина этого, она примерно такая, что человек вот с этим феноменом фунг или рекрутмента никак не реагирует на речь собеседника, например, который пытается с ним говорить на нормальном уровне громкости. Но как только громкость, человек видит, что его не слышит и начинает повышать тест, то слабослышавшим человеку сразу начинает казаться, что на него орут. Вот поэтому это вот как раз такой феномен, что человек при рекрутменте или при вот этом фунге грань между «я тебя не слышу» и грань «перестань на меня орать», она на самом деле очень тонкая. И это обычно вызвано как раз таки проблемами с нейросенсорной проводимостью. Значит, тут есть несколько тестов, которые определяют наличие феномена фунга. Но один из них – это определение дифференциального порога восприятия силы звука. Это так называемый тест по люшеру. Значит, смысл его такой. К больному подается звук интенсивностью 30-40 дБ его порогом слышимости, и который может быть смоделировано, то есть изменяться в пределах примерно от 0,1 до 5-6 дБ в зависимости от оборудования. Значит, в норме, и если у человека кондуктивная тугоухость, то человек может различать модуляцию примерно 1-1,5 дБ, ну, разницу в громкости. В то время, когда у человека уже возникает нейросенсорная тугоухость, то с повышением порога слышимости порог различаемой модуляции очень снижен и может составлять там вплоть до 0,5 дБ. Поэтому тест, в принципе, тоже позволяет отделить, ну, во-первых, отделить кондуктивную тугоухость от нейросенсорной и принимать дальше какие-то решения. Следующий тест – это тест на индекс малых пароприростов интенсивности. Значит, он делается следующим образом. Берется звук интенсивностью, ну, там, 20-30 дБ на порогом слышимости, и каждые несколько секунд, ну, вот в литературе пишут обычно, что это 3-4 секунды, происходит кратковременное на десятки сотни миллисекунд приращение интенсивности тона примерно на 1-2 дБ. Вот. Больного просит отмечать субъективно ощущаемый им прирост интенсивности и зачем вычисляется процент правильных ответов. Значит, для того, чтобы, если больной в целом не понимает, что от него хотят, то изначально для того, чтобы объяснить суть теста, интенсивность может, там, до 5-6 дБ увеличиться, для того, чтобы он понимал вообще, что от него хотят, и дальше опять сокращается до 1 дБ и начинается подсчет. Вот. Если у человека норма со слухом или нарушение, или кондуктивная звукотуговоухость, то есть нарушение звукопроведения, то человек обычно различает от 0 до 20, превращение интенсивности, от 0 до 20 процентов. А если у человека вот эта вот сенсионевральная или вот эта вот нейросенсорная, так называемая, тугоухость, да, то человек, в принципе, может показать вот этого процента значительно возрастает до нескольких десятков процентов, вплоть до 100 процентов, вот, при повышении порогов слышимости на величину порядка 40 дБ. То есть, таким, вот этот тест также может отделить одну тугоухость от другого. Ну, опять же, вот литературе, которую я читал, там каждому этот тест еще навешиваются различные диагнозы конкретные, просто сейчас про все это не рассказываю, у нас все-таки не медицинский доклад, да, вот, но в целом это в дальнейшем можно использовать уже непосредственно в нашей математической работе. Вот, еще один тест, это тест выравнивания громкости по фаулеру, или иначе, ABLB-тест, вот, он достаточно интересный, он используется для дифференциальной диагностики невреома слухового нерва и других болезней слуховых нервов. Вот, обычно он производится, когда понятно, что у человека вот есть нейросенсорная тугоухость, но можно, в принципе, его применять в различных случаях для выявления. Вот, значит, идея этого теста в чем? На оба уха сначала подается звук с интенсивностью, интенсивность которого соответствует пороговым значениям. Ну, если человек уши слышит по-разному, да, там одно больное, условно, другое нет, там для одного уха это, например, может быть 5 дБ, для другого 45, ну или там по-разному. Вот, затем интенсивность уха, подаваемого звука, который подается на больное ухо, увеличивает на 10 дБ, ну, примерно на 10, а на здоровом ухе интенсивность подбирают таким образом, чтобы человек слышал звуки в левом и правом ухе примерно с одинаковой громкостью. А дальше начинают менять интенсивность на больном ухе и на здоровом ухе. Вот, и каждый раз подбирать изменения интенсивности таким образом, чтобы человек слышал эти звуки с одинаковой громкостью. Вот, и основная тут идея заключается в том, что если вот эти вот, скажем так, как сказать-то правильно, изменение вот этих интенсивностей и на здоровом, и на больном ухе происходит линейно с одним коэффициентом, вот, то это одно дело. То есть тест фаулера тогда считается отрицательным. А ежели одному изменению интенсивности на здоровом ухе соответствует для того, чтобы человек слышал одинаковую громкость, другое изменение интенсивности на больном ухе, тогда тест считается положительным, вот, и, соответственно, как раз может быть использоваться как для, может использоваться для диагностики. То есть тут идея этого теста заключается в том, чтобы выявить насколько, скажем так, с какой скоростью ухо воспринимает изменение интенсивности, одинаково ли или не одинаково. Значит, ну и, наконец, есть там базовый тест, это определение уровня слухового дискомфорта, он тоже субъективный, вот, в норме это когда человек увеличивает на разных частотах просто интенсивность звука, ну, не больше, как я там выше говорил, там 100-110 децибел, чтобы вообще не повредить этими тестами уха. И в целом у здорового человека порог дискомфорта составляет примерно 80 децибел над порогом слышимости, а если у человека вот эта вот нейросенсорная тугоухость, тогда у него порог дискомфорта где-то на 10-30 децибел спадает. Вот, это что касается тестов, которые используются в тональной аудиометрии. Дальше штука интересная какая? Я нашел некие материалы, ну, достаточно много их там, много я потом скажу, как их можно будет использовать, там уже при обсуждении результатов каких-то, да. Это аудиограмма. Ну, по сути дела, аудиограмма стандартная состоит из вот таких вещей. Ну, вот я нашел атлас-аудиограмму, изучал его, посмотрел, какие диагнозы ставят при помощи этих аудиограмм, и некоторые примеры вынес доклад. Значит, есть костная проводимость, есть воздушная проводимость правого и левого уха. Ну, вот типичная аудиограмма, она примерно выглядит следующим образом. Вот над порогом слуха разные частоты, и отмечается, где человек слышит, где человек не слышит. Ну, вот на этой аудиограмме там есть повышение порогов звуковосприятия до 60 децибел для низких частот, потери звука там 50 децибел, поставлен диагноз кондуктивный туговок второй степени справа. Вот, и болезни, которым, и болезни, собственно, для которых характерна такая туговокость, тоже здесь перечислены. Вот, таких штук, которые, я уже забегу вперед, можно использовать, наверное, для обучения, для машинного обучения, их достаточно много, есть открытые источники, и, в принципе, можно их использовать. Ну, вот еще какая-то аудиограмма, где до 80 децибел повышен порогов звуковосприятия и звукопроведения, и вот там поставлен диагноз сенсионевральная туговокость третьей степени слева. Ну, сенсионевральная, это вот, о которой мы говорили. Значит, нейросенсорная. Ну, еще аудиограмма, по которой поставили диагноз двусторонней сенсионевральной туговокость первой степени, возникшая в результате какой-то профессиональной травмы. Вот, это как раз-таки, вот, тоже позволяет диагностировать. Тут есть частота, там, условно, 4000 Гц, на которой есть какие-то проблемы, возможно, человек по своей профессии постоянно слышит такой звук, и у него возникла профессиональная травма. Значит, теперь непосредственно про аудиометры. Ну, вообще, аудиометр, при помощи которых проводят вот эти тесты, про которые я рассказывал, вот, и всех возможных видов аудиометрии, это некий электроакустический прибор, который служит для остроты измерения слуха. Вот, максимальный набор частот, на которых работают приборы, я вот нашел, здесь выписал, здесь вот, там, порядка, ну, нескольких десятков точек, да. В качественных приборах шаг изменения громкости составляет 1-2 дБ, а в менее качественных 5-10 дБ. Вот, обычно аудиометр позволяет исследовать и воздушную, и костную проводимость, вот, ну, и, собственно, поддерживает на аппаратном уровне и на уровне программного обеспечения вышеперечисленный тест, про который я говорил. Я взял для рассмотрения нескольких приборов, просто для сравнения, да, их, на самом деле, достаточно много, то есть, моделей можно найти, там, несколько десятков штук, которые используются. Вот, но что, на что я в данном случае обращал внимание, это на цену их, да, то есть, вот это достаточно простой прибор, который, там, может использовать простую аудиометрию с маскировкой, сохранять, там, в памяти какие-то данные обследования, вот, достаточно малый, вот, спектр частот, видеть всего лишь 11 штук, вот, там, кнопка ответа пациента, и все, и вот такой прибор, там, стоит на 270 тысяч рублей, что я нашел. Вот, там, более дорогие приборы, ну, тоже производство Дании, компания Interacoustics, значит, они позволяют, вот, делать, вот, как раз-таки, вот эти вот тесты, то есть, тесты SI, SI, это, вот, тест как раз на вот эти интенсивности, просто по-другому, да, тесты Фоулера, там, и другие тесты различные делают, да, позволяет, собственно, у него больше диапазона, до 20 килогерц, там, позволяет осуществлять космопроводимость, измерять и так далее, но такого рода приборы, они уже начинают стоить, там, от 800 тысяч рублей выше, и, там, цена верхний порог никак не ограничена. Вот, есть более простые приборы, которые, вот, такие, даже портативные немножко, вот, у них, там, есть звукопроведение в воздушно-косной мере, простой частотный диапазон, полностью зависит от программного изучения на компьютере, но, в целом, стоит тоже достаточно дорого. Вот, и сейчас, вот, я хотел бы сказать следующую штуку, именно про цель, вообще, нашей деятельности, для чего, вообще, весь этот доклад. Значит, медицинские приборы, в целом, да, они со временем, из таких профессиональных, они со временем начинают часто переходить в такое, как сказать, в стоковые, что ли, или в приборы общего пользования. Ну, например, можно взять приборы, которые измеряют уровень сахара в крови, да, то есть приборы, которые измеряют уровень сахара в крови, еще 20 лет назад можно было делать только в лаборатории в какой-то, сейчас эти приборы продаются во все, в любых аптеках, да, могут, там, с компьютером синхронизироваться, с телефоном, и в целом очень помогают людей, которые страдают, там, от диабета. Там приборы, которые меряют давление, которые меряют пульс, которые могут, там, меряют даже оксигенацию кислородом, да, в крови, тоже из профессиональных уже постепенно переходит в ранг, в ранг носимых девайсов, потому что я не говорю уже, да, про Apple Watch, который, там, может, и кардиограмму тебе снимать, но даже более простые всякие девайсы позволяют, именно, вот, получать некие медицинские данные. Да, эти данные могут быть неточны, они могут быть, и они всегда носят рекомендательный характер, но, с другой стороны, они могут человека своевременно направить, ну, как минимум, обратиться к врачу для более точного обследования. Вот, что касается приборов, которые позволяли бы оценивать качество своего слуха, ну, вот, таких массовых я не нашел. Вот, собственно, поэтому у нас и возникла с Константином Петровичем в свое время, ну, там, несколько недель назад, вот такая безумная идея, почему бы не попробовать разработать некий общедоступный инструмент на базе смартфона и тех или иных наушников для начала, который бы позволял собирать данные по тональной аудиометрии, каким-то образом их анализировать и давать рекомендацию. Конечно, мы не имеем права ставить никакие диагнозы, да и не получится, скорее всего, но каким-то образом рекомендовать хотя бы обратиться к врачу, чтобы пройти более глубокое обследование. Вот, да, этот инструмент нами видится как некое общедоступное приложение для iOS, Android, смартфонов, которое будет позволять использовать либо обычные наушники. На самом деле, вот, тоже возникал вопрос про качество звука из наушников, да, но вот я вживую видел эти аудиометры, я честно скажу, что даже наушники, которые идут в комплекте с любым телефоном, Samsung или с iPhone, они гораздо лучше, чем те, которые к недорогим аудиометрам прилагаются. Вот, либо здесь может быть трансляция звука на профессиональные наушники, в том числе через промежуточные устройства, которые могут быть связаны с Bluetooth, да, через Bluetooth со смартфоном. Вот, и в целом можно использовать и наушники, которые работают по принципу костной проводимости, такие тоже продаются, я думаю, многим из вас они знакомы, на шее одеваются и под уши, ну, под уши так они одеваются, и в принципе они в уши даже не вставляются. Поэтому в целом инструменты для того, чтобы собирать данные о костной и воздушной проводимости их анализировать, у нас полностью все есть. Дальше можно производить какой-то первичный анализ этих данных в смартфоне, то есть, по сути дела, я перечислил какие-то тесты, которые выше используют врачи для диагностики каких-то болезней, в принципе их все можно реализовать просто вот при помощи наушников в программном обеспечении в смартфоне. Но также, естественно, нужно на сервер накапливать определенные данные, для того, чтобы их в дальнейшем можно было методами либо статистического анализа, либо машинного обучения анализировать и давать возможность, давать более точные рекомендации или ставить какие-то диагнозы. Ну, для этого, естественно, нужна определенная база, нужны определенные исследования на каких-то группах пациентов и так далее, но это такая отдаленная перспектива. В чем сейчас, какие требования вообще к этому софту, вот хотелось бы предъявить и над какими мы начали думать. Значит, для начала было бы здорово, если бы он реализовывал тональную пороговую аудиометрию, то есть путем регистрации субъективного восприятия, то есть он на экране телефона нажимает кнопочку «слышу-не слышу». Если есть специальные наушники, то это исследования и костной проводимости. Значит, далее, какое отличие предлагается сделать? Вот здесь вот уважаемые коллеги могут меня поправить. Если бы все аудиометры, которые сейчас работают, то есть, я говорю, больше, чем, по-моему, 30 или 40 частот, я не слышал, чтобы они воспроизводили. Видимо, это не нужно для тех тестов, которые сейчас делаются. Но почему бы не увеличить набор этих частот, там, не знаю, до нескольких сотен, для того, чтобы по результатам оценки качества восприятия можно было строить уже вполне, можно было строить не просто какие-то ломанные линии, а уже кривые, которые можно сделать кривыми, которые можно аппоксимировать предположительно гладкими функциями, скорее всего, да, при помощи различных методов либо линейных комбинаций полиомов, глаусовых функций или других. И вот эти кривые, уже имея гладкие функции, используют соответствующий математический аппарат для решения обратных задач постановки диагноза, ну, вот по типу того, как мы в свое время решали задачи восстановления, например, диэлектрической проницаемости, имея какие-то измеренные кривые. Вот здесь видится что-то такое, естественно, оно требует такой большой глубокой проработки, вот, ну, я надеюсь, вот, Константин Петрович сможет с этим помочь, и особенно, когда будут какие-то реальные данные. Значит, да, хотелось бы тоже, чтобы этот софт позволял делать и чистое тональное исследование, и фоновые шумы, в том числе и шумоподавление включал на одном ухе, как, в принципе, алгоритмы шумоподавления недостаточно известны и не вызывают каких-то сложностей. Постепенно хорошо бы внедрять в такой софт эту вот поддержку аудиометрических тестов, про которые я до этого рассказывал, учитывать, ну, вот я про шумоподавление сказал, ну, либо хотя бы учет окружающего шума учитывать, потому что по-хорошему все эти аудиометрические исследования, они проводятся в тихом, так сказать, помещении, да, но вот если мы хотим делать какой-то инструмент такой массовый, да, то, скорее всего, идеально человек не будет запираться в какую-то комнату или под одеяло и там этим заниматься. Ну, то есть, понятно, что в транспорте этим заниматься никто не будет, но в целом окружающий шум нужно как-то учитывать. Вот, и опять же, для построения будущих моделей, основанных на машинном обучении, с людей желательно собирать максимальное количество данных, это сопутствующие диагнозы какие-то, сейчас как раз присоединилась коллега, но с небольшим опозданием, да, это собирать какие-то данные для сопутствующих заболеваний, для того, чтобы можно было вот эти модели машинного обучения натаскивать на это и давать какие-то более детальные диагнозы, да. Вот, в целом, если вот эти функциональные требования реализовать, то в целом можно, наверное, и, скажем так, кондуктивную тугоухость определять и какие-то вот вещи диагностировать, пытаться, и нейросенсорную тугоухость тоже определять, и каким-то образом вот при помощи выполнения тех или иных тестов, про которые я говорил ранее, тоже можно пытаться ставить диагноз. Значит, как раз вот любезно Екатерина Владимировна здесь предоставила свое видение концепта первой версии приложения, которое мы хотим для этого сделать. Ну, то есть какая-то регистрация, какая-то дисклеймер из серии, что человек там будет делать, не делать. Дальше человек может выбрать, хочу я слушать через левое ухо или через правое ухо и нажимать кнопочку старт. Мы это как видим, что есть некий таймер, он видит, какой тон и скольких он сейчас слышит, и таймер, например, работает 10 секунд, и он за эти 10 секунд либо может нажать не слышу, либо слышу плохо, либо слышу хорошо. Если он ничего не нажал, тогда интенсивный звук увеличивается, и он опять слушает этот таймер. Ну, вот это самая простая, получается, тональная аудиометрия, именно пороговая тональная аудиометрия. Аналогично можно сразу же построить и надпороговую аудиометрию, чтобы как раз-таки вот этот вот синдром резкого возрастания громкости тоже у людей отлавливать и тоже делать какие-то выводы из этого. Ну, в целом там какая-то статистика по проведенным исследованиям и там карточка одного исследования, где разбивка слышимости по тонам. Ну, это такой некий концепт, который, естественно, будет прорабатываться, да, и который там превратится уже, когда в какое-то реальное приложение, оно, скорее всего, будет выглядеть по-другому. Если, как, вернуться, спуститься немножко на сленг IT и сказать про так называемую целевую архитектуру вообще проекта, да, то она выглядит вот следующим образом. То есть при помощи мобильных приложений мы собираем данные от пользователей, храним их, классифицируем, обрабатываем при помощи либо статистического анализа, либо машинного обучения, машин леунинга. Дальше мы имеем возможность, используя готовые базы данных вот этих аудиограмм, либо проводя исследования вот непосредственно с пациентами. Ну, это можно делать либо, вот как я уже в начале доклада говорил, вот в одной из тульских клинических больниц, там, в отделении сурдологии, либо, может быть, с нашим медицинским факультетом можно каким-то образом пообщаться, да. То есть при помощи данных, собранных с разных источников, построить именно модели машин леунинга и иметь возможность давать какие-то актуальные рекомендации для пользователя. Но, повторюсь, скорее всего, это будут не медицинские диагнозы, а рекомендации, что хотя бы вот иди, пожалуйста, сходи к врачу, а то, может быть, у тебя три года назад был отит, и сейчас там разовьется вот эта вот проблема с оболочкой уха, и ты скоро перестанешь слышать, но пока еще не перестал. Вот. Также по поводу целевой архитектуры, я такой слайд не вставил, но хотя голосом я это скажу, то есть здесь, может быть, еще идея какая? Помимо того, что мы можем разрабатывать вот эти вот непосредственно мобильные приложения, которые будут заниматься анализом вот этих аудиограмм, ну и там на сервере где-то они могут анализироваться, да, можно в целом, почему я говорил про стоимость этих аудиометров, да, что самый простой прибор там стоит от четверти миллиона рублей и выше, вот это, наверное, не сильно актуально для каких-нибудь клиник в крупных городах, но сильно актуально для непосредственно, скажем так, медицины где-то за пределами и в плане носимых вот этих приборов, да, про которые я тоже говорил. То есть можно в целом делать приборы, которые будут построены на каких-нибудь энергоэффективных IRM-процессорах, которые будут себе реализовывать вот эти вот непосредственно вот эти тесты, про которые я говорил, да, сейчас, по пороговой и надпороговой аудиометрии, но при этом быть гораздо более дешевыми, ежели чем вот современные аудиометры. И они могут передавать данные при помощи каких-то IOT-технологий или там банального Bluetooth на смартфон, где уже будет происходить непосредственно анализ. То есть вот первое направление, которое мы обсуждали с Константином Петровичем, оно заключается в разработке каких-то общедоступных мобильных приложений, а второе направление, оно заключается в том, что можно сделать дешевые какие-то недорогие приборы массового потребления, которые позволяют проводить уже конкретные тесты пороговой и надпороговой аудиометрии. Там в комплекте могут быть наушники с костной проводимостью и аудио-наушники. И они могут опять же, вот человеку давать рекомендации, что тебе нужно сходить в врачу, у тебя могут начинаться какие-то проблемы. Вот, по дальнейшим шагам, которые есть у нас, да, ну вот что сейчас видится, это разработка простого приложения для тональной пороговой и надпороговой аудиометрии с парочкой-троечкой тестов. Исследования, ну, скажем так, испытания этих приложений на различных людях, ну, благо, я уже как сказал, что есть возможность где-то поиспытывать, посмотреть, пособирать эти кривые, и посравнивать вот с аудиограммами из атласов аудиограмм, которые я вот находил и несколько из которых я демонстрировал. Потому что на самом деле я их нашел там несколько сотен. Вот, и если тоже эти данные классифицировать, тогда мы сможем банально, может быть, научить нейронную сеть, понимать по аудиограмме, какой там человеку нужно поставить диагноз или какую дать рекомендацию. Вот это тоже второе направление деятельности. Это вот как раз относится к классификации аудиограмм и получение данных с атласами. Ну, я думаю, что атласы аудиограмм в каких-то специализированных клиниках можно найти более подробные, чем открытых источников, и я этим займусь. Вот, ну, и, наконец, это построение статистических и машин-ленинг-моделей, их обучение, и, возможно, сделать какие-то непосредственно выводы, диагнозы и прочее. Вот, за всем все, коллеги. Давайте перейдем к обсуждению. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы у кого? У меня нет вопросов. У меня есть несколько слов. Алексей Анатольевич, мне очень понравился твой доклад и твой подход к решению проблем и изложения. Это здорово. Ну, а то, что вы с Константином Петровичем вместе работаете, это достойно особого одобрения. Я просто высказал свои эмоции. Спасибо. На вопрос, чем больше? Либо у Константин Петровича, либо у Константина Евгеньевича. У Дмитрия Валентиновича он руку поднял. Ну, тем более, да. Здравствуйте, коллеги. Можно ли задать вопрос? Точнее, даже, может быть, подкинуть тему для нового обсуждения для Алексея Анатольевича. Давай, Дмитрий Валентинович. Я знал, ты всегда будешь задавать неудобные вопросы. Ну, да, да. У меня такой, знаешь, не совсем может быть вопрос, а такое рассуждение, типа, на подумать. Из очень-очень, значит, долгого подробного доклада твоего у меня возникла мысль, значит, следующая. Я не так давно слушал очень долгий доклад про то, что называется нечеткие множества, нечеткая логика, нечеткое управление и прочее. Вот, это подход, который в некотором смысле может быть в некоторых задачах альтернативен машин-лёрнингу. Вот почему. Для, значит, успешного машин-лёрнинга тебе нужна очень-очень-очень большая статистика, которая будет покрывать все твое очень многомерное пазовое пространство, чтобы уж точно, значит, все случаи рассмотреть. Вот, если у тебя сверх огромной статистики нету, то, значит, тут на помощь могут прийти как раз нечеткие числа. Нечеткие числа, они могут позволить, собственно, в анализе того, что получается, использовать накопленный опыт врача, который может говорить в каких-то случаях, когда, значит, какая-то граница там восприятия нормальна, какая-то точно плоха, какая-то точно хороша. И вот, возможно, вот это направление, это не машин-лёрнинг, оно может, значит, помочь не набирать очень огромную статистику, там, 10 лет, а использовать, значит, накопленный опыт конкретных врачей, которые сразу могут сказать, какие диапазоны это точно плохо, какие точно хорошо, а про которые мы ничего не знаем. Вот, это просто вот такой комментарий, что это метод, который ты не упоминал, но, тем не менее, в этой задаче представляется, что он может быть полезным. Надеюсь, понятно говорю. Дмитрий Валентинович, у меня встречный вопрос. Это не имеет ли какого-то отношения к ластерному анализу или методу опорных векторов? Не знаю. Здесь ясно, что это немножко другое, это, скажем так, какая-то производная от теории возможностей из школы Пытьева. И там включены в анализ результатов, в анализ выводов экспертные оценки, как один из способов, вот уточнения, проектирования на подмножество и тому подобные вещи. Ты можешь найти эту презентацию на сайте нашего семинара, это Голубцов, Питер Голубцов. Да, изучу, спасибо. Дмитрий, я правильно сказал? Тут все абсолютно верно. Я это слышал у Белякова, вообще говоря, а не у Голубцова. Но я думаю, что и тот, и другой могли говорить об одном и том же. Доклад Голубцова я, честно говоря, почти не слушал, поэтому не могу сказать. А Беляков есть у нас, висит? Да. Ну, замечательно. У меня есть, по крайней мере. И Беляков, и Голубцов, да. Просто про этот метод Крянев применял для анализа тогда, когда нету статистики, но есть экспертная оценка. И, соответственно, вот Крянев, как эксперт по обработке данных, значит, представляется, что, наверное, метод он выбирал, скажем так, верно. Возможно, он написан в его книжке про метрический анализ обработки данных, можно там посмотреть. Да, либо в более поздних обзорных работах, обзорных статьях он развивал свои представления. Сейчас у него новые результаты, уточняющие те конструкции, которые в книге были. Но он тебя помнит, ты можешь просто у него попросить, и он тебе пришлет самые свежие, самые интересные. Да, хорошо. Книжка своего подпись у меня есть, но попрошу посвежее. Спасибо, Леонид Антонович. Еще вопросы. Леонид Антонович, дай слово сказать. Вопросы. Ну, вопрос у меня такой риторический. Если мы такие умные, то чего они богатые? Я давно помню эту историю. Привлекло меня выступление Алексея, он привлекательная. Константин Петрович тоже привлекательная для меня фигура, поскольку их исследования в ряде случаев заканчиваются конкретными практическими разработками. Вопрос у меня очень крупный, как у руководителя подразделения. Ну, с учетом... Вот, Леш, это к тебе вопрос. К Косте Ловецкому вопрос, пожалуйста. Вот, есть только это все, что рассказано, не фантазия, да? Потому что я понимаю, что рынок медицинских инструментов разных очень широкий, очень много людей там трудится. Вот для того, чтобы это, ну, довести до какого-то, скажем так, опытного образца. Вот что должен предпринять кто-то, ну, например, наше подразделение, чтобы это можно было бы сделано. Было сделано, ну, например, нужен ли партнер из индустрии? Я понимаю, что нужны какие-то инвестиции. Насколько нужно проводить лабораторные исследования, да, прежде чем этим заниматься. Нужно ли заниматься, ну, скажем так, патентованием того методик, которые используются. А самый вопрос вообще такой, откуда возник этот доклад, почему? Это какой-то новый шаг у нас на кафедре возникает или нет? Понятен мой вопрос? Да, Константин Петрович, с вашего позволения, как раз вот на последнюю часть, может быть, вы ответите, а я там дальше свое мнение выскажу. Да как угодно. Хорошо, по поводу того, как это возникло. Заболел, пошел к врачу. Пришлось... Уши заболели. Уши заболели, да. Пошел к врачу. Когда? Ну, месяца полтора-два назад. Понятно, это, так сказать, вот свежие реальные данные, понятно. Да, меня направили как раз на эту установку для того, чтобы можно было померить, что-то они хотели там выяснить. Но я на самом деле выяснил, что установка чрезвычайно простая и, в принципе, возможно... Это что, районная поликлиника? Нет, это клиника, опять же, как они у нас любят называться, международная клиника онлайн-клиник. Вот. Там женщина-врач, которая там работает и занимается этими вещами, она доктор наук, бывший начальник отдела в госпитале. А по как раз от ларингологии. Ну, и родилась идея совершенно внезапно, неожиданно. Вот с Алексеем переговорили, и он с увлечением эту идею начал разрабатывать. Так что вот... Прям взяли ни с того ни с сего, начали разрабатывать идеи. Вот. А пока с медиками не общались, да? Нет, с медиками как раз таки вот Алексей и общался. Да, смотрите, дальше можно слово возьму я. Вот. По поводу идеи спонтанно-неспонтанно. Вот я начинал доклад с того, что обработкой различных данных, полученных с различных устройств, вот с моими дипломниками, в том числе вот с Поповой Екатериной, занимались последние несколько лет. Это были попытки вот этих биоэмпидансометрии, это были сбор данных с акселерометрах мобильных устройств и так далее. Это мы помним Екатерину, которая все никак не хочет наукой заниматься. Помню твою Деревну. Она занимается, но тайно. Ну, это пожалуйста. Так вот, и собственно, поэтому эта идея, которую высказал Константин Петрович, она сродни тем идеям, которые были. А почему вообще возник доклад? Ну, очень просто, что Леонид Антонович дал директивное указание в этом году начать вернуться в науку и заниматься наукой, и вот и тема нашлась. Что касается общения с врачами и не с врачами, я тоже в начале доклада говорил, мне удалось найти контакты в одной из тульских городских больниц, в отделении сурдологии, ну, там знакомые познакомили, так сказать, да, и я про аудиометры хорошо пообщался, поговорил, вот, соответственно, ну, там у них достаточно приборы старые, и есть определенный скепсис при, соответственно, их использовании, но они обычно стоят, пылятся и не используются. Вот, но, когда вот я вот первую часть доклада рассказывал про вот эту кондуктивную нейросенсорную тугоухость и всевозможные болезни, там, этих клеток, неклеток, улиток, ухо и прочих отделов, в целом я им показал это дело, люди воспряли духом, сказали, что был бы у нас такой прибор, было бы здорово. Вот, поэтому какой-то фидбэк от врачей собран был, вот, но, честно, небольшой, ну, так в основном это интернет-источники. Вот, это что касается общения с врачами. Ну, этот прибор, может быть, конкурентоспособен с теми, которые ты описывал? В моем виде не, да, потому что никакого rocket science в этих аудиометрах нет. Я вот, как бы, изучал их, смотрел, что вообще там, из чего они состоят и что они регистрируют. Приборы достаточно сами по себе простые. Вот, Константин... Стоит, при этом, четверть миллиона рублей, да? Ну, и как любая медицинская техника, да. Почему, как любая? Я не знаю, там, измеритель давления стоит недорого. Вообще, говорит, поскольку. То есть, тебе скажут, что не бывает же? Я имею в виду медицинская техника, которая стационарная, стоит в кабинетах, а не та, которая в аптеках продается. Вот с Константином Петровичем родилась идея, почему бы это не приземлить на как раз ту, которая продается в аптеках. Вот это измерители давления, измерители, там, уровня сахара, там, или даже вот эти вот пульсометры и прочее всякую вот эту муть. Что касается плана, куда это приземлять, честно говорю, что пока составить такой план времени было достаточно мало, потому что, ну, 3-4 недели прошло с момента возникновения идеи, и я вот пока изучал. Но я ваше задание понял, Константин Евгеньевич, и такой план с видением, вообще, крупными мазками, как это довести до какого-то продакшена, я предоставлю вам. Ну, я объясняю, почему я задаю этот вопрос. Ну, во-первых, я всегда, вы знаете, у меня теперь на ближайшие 10 лет, судя по всему, главное слово для меня будет доллар, потому что от меня сверху требуют монетизировать все на свете, уж я не знаю, даже детей, вот, чего угодно. Вот, и связь с индустрией играет сейчас очень большую роль, вот, просто у нас, да, и я очень чутко отношусь к тому, что я слышу. Ну, давай я еще что-то вопрос задал. А вот с точки зрения патентной частоты того, что вы делаете, может быть, патентные исследования показали бы, что, в общем, это существует, то, что вы делаете, это немаловажная вещь в таких разработках. Это так? Мы не проводили патентные исследования. Костя, что ты про это скажешь? Ты у нас главный патентовед. Я думаю, что если и запатентованы какие-то вещи, то на уровне того, о чем Алексей в самом начале рассказывал, это взятие данных на пяти либо десяти частотах и дальше в некотором смысле их интерпретации. Если проводить исследование и затем патентовать эту вещь для, скажем, аппроксимации непрерывными функциями и попытками моделировать конкретные болезни по каким-то конкретным кривым, я думаю, что этого до сих пор нет. Понял. Ну, а потому что, вот, скажем так, на слух то, что я понимаю, в принципе, разработка, то, что вы просто говорите, и уровень вашего понимания проблемы говорит о том, что, в общем, запатентовать исходную идею вполне было бы разумно, и это возможно. При этом обратите внимание на одну важную вещь. Сейчас университет дает деньги на патентные исследования. То есть, этого можно добиваться. Это первое. Второе. У нас проректор теперь медик. И у меня, кстати, вопрос к вам. Ну, вот, к Константину. Проректор по научной работе. Да, по научной работе, конечно. С которого спрашивают слово доллар еще больше, чем с меня. А вот с нашими медиками нужны ли какие-то контакты? Потому что их же можно устанавливать. Ну, к примеру скажу, у меня есть мой однокашник, Дима Кича, который заведует, правда, кафедрой общей гигиены. Ну, такой интересный очень человек. Он давно в университете. Однокашник, в смысле, вместе со мной учился. То есть, нужно ли это сделать? Такие шаги. Потому что вот вы, конечно, все очень хорошо говорите, но я однажды присутствовал при такой вечере. Люди разрабатывали, что-то делали. А, это в давние времена, но, грубо говоря, стойку для ЭВМ специализированной. В углу сидел какой-то мужичок. Слушал, слушал. Два часа доклад. Уже почти утвердили. Неокр. Все сделали. Он сидел, сидел. Сказал, вы знаете, выбросьте на помойку все свои вещи, и у вас будет все перегрето, поскольку в этой стойке не предосмотрены вентиляторы. Понятно, да? То есть, вам какой-нибудь опытный медик, практик, скажет, что это все фигня. Вот такое возможно, Костя? Я думаю, что в разговоре с медиками можно будет всегда выяснить, что же им еще надо. Поэтому здесь такой безнадеги быть не должно. А нужны ли такие вам контакты вообще? Если предположить, что вообще это дело получит дальнейшее развитие. Это вообще от вас зависит. Я готов лично подсоединиться, по крайней мере, к первым шагам. Нужны ли контакты с медиками? Без медиков, мне кажется, ничего хорошего не получится, если мы с ними конкретно, как с заказчиками продукта, не будем разговаривать. Ну, наверное, все-таки партнерами по разработке, скорее. Надо так говорить, потому что там не заказчиками. Потому что ты ничего типа такого. Я понял, о чем ты говоришь. У нас ведь недавно, что было, вы, кстати, обратите внимание, ведет ли подобное обследование клиника МЕДСИ. Объясняю, почему это сейчас очень важно. У РУДН есть соглашение с альфа-системой, которой МЕДСИ принадлежит вся. И медики там что-то пытаются им предложить конкретно совершенно. А МЕДСИ, вообще говоря, это очень известная сеть клиник. Вот. То есть это вот то, что этому самому Евтушенкову принадлежит. А Евтушенкову в прошлом году заключено в соглашение. Я сейчас пытаюсь и подал там предложение в адрес мобильных телесистем. А наши медики что-то пытались подать МЕДСИ. Причем ситуация достаточно удачная, поскольку давит система сама на компоненты холдинга для того, чтобы что-то дали делать РУДН. Что-то дали делать. Вот надо посмотреть на эти вещи. Ну, я сейчас идеи вашей понял, поскольку все-таки сейчас идет семинар. И у меня еще есть по науке небольшой вопрос, связанный с применением машин ленинга. Какой-нибудь пример можно привести, кроме общих слов, Леш? Пример из данной тематики или вообще в целом? Вот из данной? Вообще мне не надо. Зачем? Вот конкретно. Данной тематики я не хочу примеров. А? Именно в данной тематике аудиометрии я не нашел ни одного примера, где бы люди обучали модели и ставили диагнозы. А ты что видишь здесь? Ты несколько раз это произнес, эти слова. Я вижу здесь две вещи. Первая вещь – это собрать как можно больше и классифицировать вот этих самых данных из атласов аудиограмм, которые я показывал. Но вот сейчас я еще раз вернусь к этому. Вот несколько. Я их нашел несколько сотен пока. Здесь есть определенные аудиограммы, причем с простого достаточно аудиометра, по которой ставится диагноз двусторонний, там сенсоневральная тугоупость профессиональная. И таких данных я бы нашел, классифицировал как можно больше. Ну и как раз таки на этом можно обучить модель для того, чтобы когда я им даю свою аудиограмму, мне говорили, что это с такой-то вероятностью такой-то диагноз. Это первое. Это, скажем так, простое. Ну это предсказание диагноза, значит, получается, да? Ну рекомендация, да. Я бы не оперировал словом диагноз, потому что диагноз может поставить только врач, а не нейронический. Хорошо, это предсказание поведения вот этого вот симптома, да? Да, да. Будем говорить не медицинским языком, господь с ним. Да, это более правильно. А второе, это как раз таки будет вытекать из аппроксимации гладкими функциями аудиограмм, которые будут составлять из большого количества точек, да? И непосредственно, когда мы сможем набрать базу, когда мы такой гладкой функции, там состоящей, например, там, не знаю, из 400 точек, а не из 30, мы можем ставить соответствие диагноза и наработать свою собственную базу данных. За счет того, что аудиограммы будут более подробными, мы сможем делать эти предсказнания и рекомендации гораздо более точными, чем на аудиограммах, которые состоят там из 10 точек. Ну это как раз вопрос, который есть. Пример разобрал и понял. Все, у меня больше вопросов нет. Но у меня просьба есть такая, да? Вы мне, ну, во-первых, не защите за труд, именно пришлите мне эту презентацию, а потом скажите, что бы вы от меня хотели, потому что я как-то к этому подключусь. Ну, вообще говоря, если спланирован какая-то вещь, и, конечно, не надо приобретать такие огромные, ну, какой-то ресурс может быть выделен, но только для четко спланированных шагов. Кроме всего прочего, нам очень выгодно политически, это знает Леонид Антонович, да, всячески развивать контакты различные с индустрией, с индустрией медицины тем более. Вообще говоря, я могу сделать очень просто. Я возьму, позвоню проректору по науке, да, и скажу, вот у нас такая-то есть разработка, я тебе направляю то-то, 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 ну, короткую выжимку сделать. Мы можем сделать то-то, если у тебя кто-то, кто может быть заинтересован в совместной разработке. Понятно? Да, Константин. То есть у меня не шелохнется ни один нерв внутри. Ну, я бы был вам благодарен. Для этого первоначально все-таки дорожную карту, прошу прощения, что я врезаю. После дорожной карты я бы вам был благодарен за директивный контакт, чтобы можно было на нашу кафедру лор сходить и просто с людьми поговорить. Я не понимаю слово ваша дорожная карта, конечно, это Леонид всегда, он, я знаю, что говорит Леонид Антонович. Давайте я сначала все сделаю, а потом скажу. Не совсем. Дорожная карта, это означает, что есть этапы. Патентный поиск, контакт с медиками, контакт с прибористами и тому подобные вещи. Прежде чем составить техническое задание, нужно представлять себе. Мы не имеем в виду индустрии. Вот я хочу, сейчас вот просто научный семинар идет, но извини, я просто сейчас уйду из них, хотя прерываю. Это разные вещи. Вот я вижу некий продукт, про который я сегодня услышал. Некий интеллектуальный продукт. Я собираюсь заняться его предпродажной подготовкой. Я не собираюсь разрабатывать технические задания на него. Я хочу услышать реакцию ближайших ко мне возможных партнеров по этому делу. А что можно было бы сделать? Вот и все. То есть надо какой-то предварительный маркетинг провести этого дела, прежде чем садиться за заработку технического задания. Я понимаю, из-за этого может взяться там сам Алексей, но я хочу просто катнуть шар в сторону медиков по сторонам и посмотреть, что происходит. Я думаю, что мы что-то от этого можем получить. Я бы лучше имел бы краткое описание предполагаемого продукта, чем занимался бы разработкой дорожной карты, прихода к этому результату. Тем более то, что я сейчас вот вижу, ну такое описание можно составить вполне. Ну вот у меня так это работает всегда. Вот когда я работаю, это так. Но дорожную карту можно, конечно, разработать. Это в порядке дискуссии, Леонид Антонович. Нет возражений. Мы же для того и обмениваемся мнениями. Да, хорошо. Сейчас на семинаре... Я готов этот вопрос еще обсудить с вами со всеми. Так сказать, на как-то... Сейчас научный семинар, на производственном семинаре. Если надо там провести какой-нибудь брифинг. На фланерке, летучке, как с... Да, летучка, летучка. Летучка. Летучку провести когда-нибудь? Если вы ее соберете, я готов поучаствовать и подумать. Ну, в том числе, у меня же есть некие ресурсы в голове и в руках. Как это можно дальше двинуть? И куда самое главное? Я думаю, что Алексей и Константин Петрович приняли это к сведению. В ближайшее время представить. Ну, примите это к сведению, что теперь... Теперь, что я с вас тоже быстро не слезу. Это мы поняли. Все, давайте. Я вынужден уйти. Большое спасибо. Спасибо, Леша. Я с тобой в любом случае свяжусь вот по разработке курса. Да, Константин Евгеньевич, конечно. Да вообще поговорить с тобой надо. А то ты как похож на Екатерину на свое. Все хочу, только наукой заниматься не хочу. А результаты просто блестящие. Все, пока. Константин Евгеньевич. Счастливо. До свидания. Дмитрий Сергеевич, продолжай. Это я. Есть еще вопросы. Сколько... Да, да, пожалуйста. Ну, во-первых, тут, конечно, однозначно фазе лоджик должна применяться. Это вот как Дмитрий Валентинович сказал, это вот просто она кладется просто в ноль. Как и таблицы были показаны, где изложены были там слева заболевания, справа признаки и так далее. Но сразу возникает два вопроса. Во-первых, приборы, которые демонстрировались, почему в них нет фазе лоджик? По идее, любое давление мы мерим, там фазе лоджик, везде фазе лоджик очень активно, давно применяется в медицине. То есть тут сразу возникает вопрос. То ли врачам достаточно просто самим поставить диагноз, то ли, и поэтому не используют в приборах фазе лоджик, то ли, так сказать, фирмы, которых производят из каких-то соображений, не встраивают экспертные эти оценки. Это первое, как говорится, у меня замечание. Ну и второе, мне кажется, что, как правило, люди не будут стремиться, у кого есть проблемы со слухом, они и так пойдут обследоваться. А большинство молодежи, современные, которые ходят с открытыми ушными раковинами и так далее, они, к сожалению, так сказать, не будут это все сделать. Поэтому, мне кажется, тут имел бы смысл сделать, вот как бы разработать такой программный продукт, который бы адаптировал конкретные наушники под слух конкретного человека. И потом, как это все меняется, когда человек нажимает клавишу адаптировать, ему там поиграть с какой-то айфоном выбирает, если после этого ему приятнее слушать ту мелодию, которую он привык слушать, то изменения, которые накапливаются в этот момент в том же андроиде или в айфоне, они ему могут выдавать рекомендации, что вам необходимо сходить к врачу, и у вас идут какие-то изменения. Ну и плюс, это гораздо более массовая аудитория. То есть, когда я слушаю наушники и выбираю, вот в этих мне хорошо слышно, в этих слышно хуже, в этих лучше, адаптация именно их уже. Может быть, я сумбурно выразил мысль? То есть, вот первая идея, вот я как сказал, что это относительно... Вторая идея очень светлая для применения. Да, поскольку это гораздо более широкая аудитория, главное, тут нет прямой связи с медициной, поскольку медики могут здесь выступить, как говорится, с запретным таким вот, отрицательным таким барьером, очень сильным. Вот. Я сейчас камеру включу себе, чтобы меня было видно. Вот. И второй момент вот этого... А там уже свет включи, Юрий Анатольевич, чтобы видно. А свет сейчас у меня товарищ включит. Но мне плохо, мне надо вот освещать так. Я не люблю яркий свет. Ну, вообще не тоже не люблю, но когда за компьютером тяжу. Вот. То есть, два момента. То есть, однозначно в фазе лоджик, но тут возникает проблема, почему его не применять? Он просто на поверхности здесь лежит. Я просто сотрудник, к сожалению, он уже второй год не работает. Он был апологетом и очень долго сотрудничал с медиками, как раз по поводу, как раз в ней фазе лоджик, с поиском лекарственных препаратов, с назначением лекарственных процедур и так далее. Там много вот он занимался. Я много слушал его доклады, хотя сам, конечно, не занимался. И вот это вот лежит на поверхности. Но почему-то здесь приборов не было. Мне это смутило, поскольку это как бы не так сложно встроить это все. Это первое у меня, как бы вот этот подводный камень, который я не знаю, как он здесь разрешится. И второе, конечно, надо применять его лучше для адаптации готовых приборов. И самая главная возможность настроить фильтр под конкретного человека. И по изменению этого фильтра можно будет судить, есть ли у него заболевание или нет, или тенденция вообще. То есть это гораздо более важно. Не просто конкретно вы послушали, вы купили прибор в аптеке и проверили свой слух. Вы, большинство людей любят музыку. Они ее слушают в транспорте, везде. И все время какой-то вот идет, он потом послушал, говорит, вот у вас есть кнопочка адаптации, прослушайте мелодики, попробуйте подстроить. Там есть набор фильтров конкретных. Он послушал и так определил, вот да, вот это мне удобнее. А уже там по памяти можно будет судить, какая тенденция в мини-слуха идет. Он перестал слушать высокие частоты или что-то еще там. Ну, как это тут бывает. Спасибо. Я понял. В Fazilogic вопрос нужно тоже будет изучить. Согласен. Алексей Анатольевич, ты свежись с Диваковым Дмитрием? Он есть на всеми, потому что его постоянный савтор, Глеб Беляков, занимается этим профессионально, в Fazilogic. Хорошо. Я понял. То есть направление деятельности, которое связано именно с подстройкой наушников и применение Fazilogic, это мы изучим. Спасибо. Ну, пожалуйста. Ну, вообще, Fazilogic, это, я не знаю, но это фактически машин-лернинг, только вот специфическое такое само по себе. Поскольку там эксперты, они, у них могут быть достаточно разные, так сказать, эти критерии, к которым они все строят, и все это все не так просто делается, и это очень широкое применение находит. Поэтому это вот можно включать и, как и машин-лернинг, только это специфическое, конечно, нейронные сети, но все-таки это очень близко. Я понял. Еще вопросы у кого есть? Нет ни у кого вопросов. Нет, у меня еще будет, может быть, замечание маленькое. Хорошо. Скорее всего, надежда на всякие гладкие функции, которые все аппоксимируют, ничего не дадут. Почему? А потому что машин-лернинг опять. Машин-лернинг вообще сама по себе уже вам нарисует какие-то там зависимости. А тут у вас очень многомерное пространство получается. И сами знаете, когда в многомерном пространстве вы будете там искать всякие экстремумы, обходить всякие эти хребты, которые возникают, у вас это, сами понимаете, переборным не получится у вас особо ничего. Но это чисто так эвристически. То есть ресурсоемки и алгоритмы потребуются. Да, да, получится, да. Ясно, что тут, да, казалось бы, применим анализ, как хорошо там все есть. Но тут вот насколько сложно, вот я слушал доклад, я как бы не знал, насколько сложно устроено. И мне просто вот тут рядом надо мной сидят физики и оптики. И они, я пару, несколько раз слушал доклады, как устроен глаз и какие там критерии, где какое давление, насколько это сложно все устроено с глазом. Но я был поражен, что ухо, ну то есть наш слух устроен не менее сложно. И главные способы донесения информации для обработки мозга тоже очень разные. Там всякие вот эти механизмы, которые звук позволяет, так сказать, ну, можно все равно попробовать сначала гладкие функции. Ну, можно, у меня товарищ говорит, что можно попробовать гладкие функции, но потом, если не даст хороший результат, то... Ну, тут очень сложный аппарат сам по себе, и навряд ли здесь надо какими-то простыми критериями использовать. То есть нельзя усложнить саму модель. Если вы пойдете по пути усложнения модели, вы, скорее всего, не увидите чего-то. То есть нельзя все сразу, опять необъятное. Надо вот идти как-то от простого к сложному пытаться. Согласен. Ну, надо будет смотреть. Пока прям сложно, что сказать. До этого еще пока дело дойдет, я думаю, уже тысячу раз все изменится. Алексей, ты запиши себе на память. Я записываю на директор нашего центра научного. Да, я записываю сейчас в блокнотике все, что мы обсуждаем. Еще вопросы кто-то хочет задать. Сегодня дискуссия такая очень горячая просто. Прямо в отстук. Это шутка. Принижающие достоинства или возвышающие? Нет, действительно очень интересный доклад Алексей. И то, как представил, это замечательно. Так что, если больше докладов и каких-то пожеланий нету оперативных, то мы все потом будем связываться и добавлять, и разрабатывать. Ну, а для Константина Евгеньевича придется какой-то резюмер. Доллары, доллары Константина Евгеньевича нужны. Не подсказывай, пожалуйста, нам. Наше дело – это дорожная карта, а его дело – это доллар. У меня замечание. В докладе практически отсутствовали формулы. А человеку, когда человеческий мозг смотрит, ему кажется, что он все понимает, хотя он на самом деле ничего не понимает. И поэтому доклад производит благостное впечатление. Это правильно. Он производит хорошее впечатление на всех нормальных людей. А на ученых, которые изначально немножко ненормальные. Но у них нет долларов. Хорошо, спасибо большое. Я вполне удовлетворен. Спасибо, коллеги. Алексей Анатольевич, не сможешь ли ты повисеть, когда все разойдутся, надо тебе два слова сказать. А давай я тебе перезвоню минуту через 10. Давай. Ну, тогда, думаю, мы завершаем. До свидания. Я упрошу. До свидания всем. До свидания. До свидания.